Мы накануне отчета правительства о проделанной работе за 2017 год. Чем он знаменит? Знаменит он прежде всего той же самой политикой, которая проводилась все эти 15 лет, и ничего нового мы не заметим. Дело в том, что характерной чертой работы нашего правительства, это то, что в марте этого года Соединенные Штаты Америки возложили на Россию новые санкции, подняли заградительные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий 10%, а Россия в знак благодарности отправила им 13,5 миллиардов долларов для развития экономики США. Российской экономике эти деньги не нужны, мы очень богатые, у нас много денег, только почему-то правительство все время плачется, что денег нет ни на что, и все время старается залезть поглубже в карман к нашему населению для того, чтобы решить социальные проблемы. Вот закончился 17-й год. 17-й год был знаменит тем, что цены на нефть наконец стали расти. Они росли где-то в среднем на 30% в месяц, и по итогам 17-го года выросли на 24%, то есть на четверть. Одновременно с этим начал расти импорт, и импорт вырос тоже на 24%. Мы стали закупать то, что раньше производили сами. В результате мы стали финансировать опять те страны, которые обложили нас санкциями, и опять забыли про свою собственную экономику. Экономика в упадке. Давайте сравним цифры по производству основных товаров. Если в 2013 году мы выпускали 120 самолетов, то в 2017 году мы сократили их производство в 6 раз. В 2 раза сократили производство вертолетов, в 2 раза сократили производство велосипедов. У нас все магазины завалены иностранной одеждой. Но если в 2013 году мы выпускали 1 миллион 600 тысяч пальто, то в прошлом году на 600 тысяч меньше. Если костюмов 5,5 миллионов выпускали, то в прошлом году на миллион меньше. И это все меньше и меньше. И по товарам народного потребления, и по продовольствию в том числе. Мы продовольствие в прошлом году закупили на 12,5% больше, чем в предыдущий год. Это говорит о том, что наша экономика не растет и сельское хозяйство не производит. Мы просто не даем возможности расти нашей экономике. Если взять основные макроэкономические показатели, на которых опирается любая экономика. Ну, допустим, использование основных производственных фондов. Уже 10 лет наши основные производственные фонды предприятий используются всего на 50%. А в таких отраслях, как станкостроение, мы понизили и стали использовать мощности всего на 14%. В тракторостроении на 12%. И в любой отрасли не больше, чем на половину. То есть у нас экономика работает в полсилы, только на половину. Кроме того, у нас износ оборудования страшный. Мы не восстанавливаем никакое оборудование. У нас полный износ оборудования был 12%, в 2017 году стал 17%. Это говорит, что инвестиции в основной капитал падают. Что делало правительство? Они нам сказали, что за счет умеренной, умеренно жесткой денежно-кредитной политики они будут понижать экономику и снижать жизненный уровень для того, чтобы справиться с инфляцией. Но они в этом преуспели, надо сказать, довольно здорово. За последние три года жизненный уровень населения упал на 11%. Это первое. Объемы производства на нуле, инфляция 2,5%. Что дальше? А дальше молчание. Дальше никто ничего не говорит. Вот у нас при такой инфляции кредиты должны были бы быть 5-6%, а они 12-18%. Почему не понижается до уровня инфляции? Ответа нет. Почему у нас инвестиции падают с 2013 года и в 2017 они тоже упали, значит экономика развиваться не будет. У нас на 11% упал жизненный уровень населения, значит потребительский спрос упал и оптовые розничные торговли тоже грохнулись. А когда же будет развитие-то какое-то, а никакого развития не предвидится. С этим правительством мы в общем-то не способны развивать ни экономику, ни социальную сферу. Что делается сейчас? Вот казалось бы прошли выборы, избрали президента, президент выступал в своем ежегодном послании, назвал основные ориентиры развития экономики. Но для правительства эти ориентиры как бы и не существуют. По-прежнему не развивая экономики, залезают поглубже в карман к нашему народу и говорят, что все в порядке. Вот сейчас в правительстве рассматривается вопрос о том, как повысить подоходный налог. С 13 до 15 процентов. Это значит, зарплата понизится как минимум на 2 процента. Хорошо, она на 11 уже понизилась. Значит, хотят убрать льготный НДС, налог на добавленную стоимость, который был у лекарств, детских товаров и продовольствия. Это значит, если убрать НДС льготный, значит на 8 процентов повысится вся эта группа товаров, продовольствия, лекарства и детские товары. Это хорошо. Это раздувание инфляции. То есть они боролись с инфляцией и довели ее до 2,5 процента, теперь надувают. Вот даже принятие этих законов увеличивает инфляцию на 13 процентов. Они говорят, что по подоходному налогу мы на 2 всем увеличим, а малоимущим предоставим льготы и совсем брать не будем. Те, кто получают зарплату менее 10 тысяч рублей. Но это какая-то еврейская хитрость, извините меня. Мы недавно приняли закон о минимальной зарплате, который делает минимальную зарплату 11 тысяч рублей. То есть у нас такой зарплаты в 10 тысяч не будет и льготами предоставлять просто некому. Поэтому зачем такие льготы предоставлять, если их вообще-то нет. Значит, экономику можно поднимать, социальную сферу можно развивать. И деньги у нас есть 400 миллиардов долларов, которые распределены по странам Запада и Соединенным Штатам, но не участвуют в работе нашего государства. Экономика зиждется на трех основных китах. Это доступные кредиты, а они у нас недоступные. Это потребительский спрос, а у нас его нет, потому что низкая зарплата. Это инвестиции, а они к нам в страну не идут. И экономика, если она работает в полсилу, она не может накопить никаких инвестиционных ресурсов. Вот эти вопросы обязаны решать правительство. Но, к сожалению, наше правительство, которое сегодня руководит страной, этим не занимается. Для них главное – это получить побольше нефтегазовых доходов и израсходовать их на импорт. Сами производить они ничего не хотят. Ну, вообще-то, такое правительство должно уйти в отставку само, но, к сожалению, у них не хватает совести, чтобы решиться на этот шаг.